Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Сегодня здесь Захарова все именно так, как любил поэт. Русские народные забавы, хороводы, песни, развлечения, угощения и костюмы. 6 июня, ровно 222 года назад, родился Александр Сергеевич Пушкин. Этот день отмечается во всем мире, но именно здесь, в Захарово, где прошло детство поэта, к этой дате особое отношение. Сегодня уникальный день. Сегодня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина мы празднуем сразу две даты. Это Всероссийский Пушкинский день и Международный день русского языка. Обе эти даты неразрывно связаны между друг другом, потому что именно Пушкин определил развитие художественного русского языка и вхождение его в состав международного культурного наследия. Мир глазами маленького Пушкина. Организаторы праздника на знаменитой Захаровской поляне постарались воссоздать его максимально точно. Уже в первый год после приезда сюда дворянский Уволень и Рохля превратился в шалуна и непоседу. Здесь он впитал лучшие русские традиции – народные обряды, фольклор и песни. Красочный обряд русской деревенской свадьбы на народной сцене представили фольклорные коллективы и ансамбли округа. Игры и забавы, которым так любил предаваться с крестьянскими ребятишками маленький Саша, могли попробовать на праздники не только дети. Для интеллектуалов – литературный парк, книга под открытым небом, для чтения и просмотра фильмов на свежем воздухе. Мастер-классы по изобразительному искусству, плетению венков, декору. На ярмарке авторские творения более 75 предпринимателей. Фотозоны и активности на любой вкус. Бесконечные переливы народной и классической музыки, песен и стихов были слышны буквально отовсюду. Мы должны удивлять. Пушкинские праздники, смотря на то, что традиция – это уже современная история. Как писать абсолютно традиционный праздник, но современные реалии и требования уже более требовательные, более изыскательные публике, нужно удивлять. Мы стремимся, мы очень задолго начинаем готовиться к этому празднику. Мы очень задолго делаем постановки. Удивить гостей действительно удалось. Даже гроза и дождь никого не смогли напугать. Подробнее о том, как прошел праздник в Захарово, мы расскажем после новостей в программе «Специальный репортаж». Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».